Скажите, сколько у нас по времени? Как минимум полчаса и пять. Отлично, замечательно. Там и все по списку. Огласили список. Давайте пойдем к следующей композиции. Следующая композиция, это колыбельная, на паникском языке. Надо сказать, что эта группа языков до сегодняшнего дня не имеет письменности. Всего населения по меру 300 тысяч человек, по разным оцентам, ну, 200, по-другим, 300 тысяч, занимает 50% территории Таджикистана, однако это абсолютно отдельный этнос, который никакого отношения к таджикам, очень, я бы сказал, малое отношение к ним не имеет, поскольку разделение этих языков и культур произошло более 2000 лет назад. Причем по равнине проходили разные завоеватели, в гора никто не дошел. Дошел к Марка Пола, дошел туда Александр Македонский, по мере, выдумали такой миф, что они, оказывается, от Александра Македонского произошли. Ну, в действительности, это не имеет никакого подтверждения научного. Но я думаю, что, конечно, какие-то войска там остались, места очень красивые, может быть, два-три человека, не более чем. Ну вот, в действительности, почему нас так заинтересовала эта тематика, и чем по мир интересен, и чем уникален, что на той территории сохранился тот строй, тот уклад жизни людей, каким он был многие тысячелетия тому назад, когда люди не знали, что такое деньги, когда все были братья, и когда они жили при коммунизме. Ну вот, когда там начали строить коммунизм, получилось все очень криво и косо. Что получилось в итоге с Памиром, что это заявление такое, да? Сегодня Памир, на сегодняшний день, это самое высокообразованное население в мире. То есть на то же население самый высокий процент высшего образования. Для Памирца высшее образование это как спорт, это утрированно сказано, да? Мы встречали человека, у которого пять высших образований, но если у девушки нет одного высшего образования, шансов выйти замуж не очень много. Если у молодого человека нет двух высших образований, хорошую невесту не найти, да? То есть вообще разговор начинается с того, какие у тебя образования. А образования за счет того, что они представители очень редкого направления ислама, причем ислам абсолютно демократичный. Мы не видели ни одной мечети, мы не видели одного мулу, но это уже какой-то современный отголосок. Люди очень близки к зероастризму, про зероастризму я поговорю после двух песен. И надо сказать, что более демократичного отношения человека к человеку мы не наблюдали нигде. Но при этом есть, конечно, свои и минусы, и плюсы. Есть вещи очень смешные и забавные, поскольку, живя в горах, человек не может воспринимать время как стабильную единицу. Для него прийти завтра, это может означать прийти через полгода. И, может, если он сказал, что придет через час, он может вообще никогда не прийти. То есть потому что они живут, они дети гор, они живут. А за счет того, что они исмаилиты, это, опять же, возвращусь тоже, очень редкое ответвление ислама, их духовный лидер, Агахан, четвертый, кажется, он мультимиллиардер из Швейцарии, из иранского рода, его последняя жена была из рода Романа. То есть, понимаете, величина. Он мультимиллиардер, и он спонсирует для всех исмаилитов образование. То есть, если ты рождаешься в исмаилитской семье, ты, значит, исповедуешь эту веру, ты пишешь заявку, и едешь в Париж, в Лондон, в Нью-Йорк, получаешь, значит, образование по их линии, они тебе все это проплачивают, потом возвращаешься в горы, и говоришь своим соседям, у меня два высших образования. И продолжаешь там жить. С этими образованиями, которые там абсолютно, ну, не знаю, сложно применить. И вот у них получается, что в одной семье может быть 9 врачей. Есть семья из 10 человек. 9 врачей. И никто из них не работает. Работает один человек, из 7-10 человек, один человек работает от заграницы, высылает им деньги, они с утра донышей сидят, отвечают, встречают гостей, рассказывают, что у них 2-3 высших образования. Но это опутрировано, они чрезвычайно гостеприимные, и они понимают, что смысл в жизни быть образованным. Это самое важное. И человек, у которого есть образование, он никогда не возьмет в руки оружие. И поэтому из-за рекой живут афганские помирцы. Я бы сказал, что они живут в 8 веке. А здесь 21 веке. И это им помогает. Образование им жить помогает. И они очень любят музыку. А следующая песня, полголыбельная на помирском языке. Я хотел вам представить Артур Кутепов, гитарист. Артём Сарли, фортепиано. Пускай они вдвоём поиграют, я их объявил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кубка